всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 19 августа из-за того что большой объем томатов спеет ежедневно у меня уже дегустации вот на дегустации черри нет времени но я могу сразу вам сказать что черри можно не дегустировать все вот эти вот сорта которые сейчас у меня выложены которые не вошли даже сюда в обзор они все очень сладкие и еще я хочу добавить я в каждом видео говорю что в этом году у нас такое лето по которому равняться не стоит в этом году у меня все сорта даже скороспелки которые обычно с кислинки получилось сладкие это видео короткая короткая быстрая вот такую групповую вот здесь сейчас обзор сделаю я снимаю только для того чтобы посмотреть многие люди просят показать как выглядят афро черри как выглядят там другие вот томатики черри все конечно у меня они не вошли тут кроме этих есть еще вот эти я все которые выложила это все высокорослые а есть еще черри карлики вот есть синичка желтая вот такого примерно цвета есть балконное чудо красное но те которые карликовые как в балконном варианте вот это все высокорослые смотрите афро черри выглядит у нас вот так вот 729 номер у меня это тоже новинка сладкий но добавлю что обычно вот эти мелкие томаты они всегда слаще чем крупноплодные и когда лето жарко и солнечно они конечно сладкие очень хороший вот этот черри люкс 533 тоже новинка тоже сладкий сумасшедшие вишни баре это уже не новинка в прошлом году были номер 224 они тоже сладкие но не такие я вам сейчас сразу скажу что больше всех поразила сладостью вот эта золотовласка сумасшедшие вишни баре они сладкие но они как-то с фруктовым ароматом и сладость не такая не приторная а мягкая более мягкие клюква в сахаре номер 730 очень сладкая но клюква в сахаре в этом году меня поразило своей урожайностью вот обсыпная вся увешана этими ягодами но какие-то спелые какие-то еще зеленые вот спелые сейчас обобрали прям целый лоток собрали а зеленые оставили потом вот чернич как-то 594 то ли черничный черри как правильно не знаю то ли черниченский черри вот такие с антоцианом очень красивые такие черноглазые томаты ну и конечно бычий глаз про который мне люди говорили что очень сладкий что все дети любят ул кто выращивает бычий глаз вот это бычий глаз к сожалению забыла написать номер и на память не помню без номера потом 206 гранатовая капля она немножко покрупнее других вы видите вот эти все немножко помельче она немножко крупнее но я и тоже положила к черикам потому что положила к черикам конечно у нас рекордсмен по сладости это златовласка новый сорт 741 я покупала по моему на сайте семена выписывала и мне сразу сказали посадите не пожалеете очень сладко и действительно вот до чего же сладкие вот эти томаты вы понимаете вот смотрите вот этот удивительный мир черри томатов он очень разнообразен сюда еще не вошло очень-очень много монпансье от фирмы партнер нынче высаживала у которой тоже также как у вишен баре ну прям десятками в одной кисти по многу-помногу потом ильди потом еще какой в этом году есть солнечное лето потом ну короче очень 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 много черри томатов и их объединяет то что вот эти мелкие томаты если хорошее лето если солнечное если теплое то они на порядок у них выше процент сахара потому что они как обычно но я не знаю почему наверное сформировывается быстро вот эта ягодка она спеет быстро и все это и у нее много много сахара но все-таки я заметила что желтые и оранжевые сорта они почему-то более сладкие чем красные да красные сладкие очень вкусные но вот эти вот прям приторно сладкие вот еще как я говорила медовая капля у меня тоже есть ее здесь нет но вы понимаете размер стола ограничен вообще черриков очень много все они хорошие описание будет в каталоге вот это вот такие черри томаты смотрите какие они красивые а когда на кустах много особенно вот эти я показывала же летом сумасшедшие вишни баре они прям кистями по 100 по 200 ягодок больше ста ягодок в одной кисти но в этом году они не очень крупные потому что лето жаркое и я думаю что им не хватило влаги там нет никакого капельного полива они на заваленке сами мы поливать не всегда доходили до них но за счет этого за счет того что лето жарко они получились такие сладкие такие вкусные хочу несколько слов сказать сразу заказчикам тем кто отправил но но свой платеж и не получил номер номера отправляю понемножку но и как в начале я говорила что в первую очередь конечно у меня заготовка семян вы видите вот все 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 эти сорта нужно сейчас и выдавить и высушить и положить по пакетикам это первое очередное но рассылку номеров я все равно произвожу прием заказов уже давно закончила еще 15 августа и в этом году получилась ситуация еще катастрофичнее потому что в том году хотя бы в течение месяца все это количество заказов которые я принимаю она растянулась на месяц я принимала с 1 августа до 29 или до 30 а в этом году все заявки пришли одновременно 15 августа мне пришлось уже закрыть прием заявок и в основная часть пришла 1 августа сейчас еще до сих пор я отсылаю номера тем людям которые заказали еще 1 августа получилось что вот эта пробка все сразу в первый час в первую минуту прислали заявки а если кто-то получает номера большие но которые не 1 августа заказали это значит то что вот мне помогает катя мы я 1 августа беру она с другого конца хоть немножко но так как она еще не сильно может быстро все это делать она отправляет конечно медленнее большинство людей получают номера еще только от 1 августа и еще раз я хочу всех успокоить у кого есть оплата ваша очередь не сместиться у вас в распечатке в банковской уже есть ваша строчка есть ваш номер просто я иду по всем по порядку и пока я кто заказывал 1 августа вечером это будет не скоро потому что большинство все заказали утром но ничего от этого не изменится оплата это уже автоматически присваивается номер никуда не сместиться очередь все будет нормально у меня еще тут немножко получилась эта неделя заминка потому что заболела собачка моя маленькая мэри и укусил клещ и вот она ездим она под системой лежит сейчас на стационарном лечении очень тяжелом состоянии я много времени у меня уходит спасаем жизнь нашей мэри так что ждите не волнуйтесь не расстраивайтесь томаты спеют все идет своим чередом семена в этом году отличного качества вы видите они все сухие нет ни гнилых ни мокрых и вы видели я когда в лотках собираю вот это общее прям в огороде когда они стоят нынче у нас из-за сухой погоды нет никаких грибковых заболеваний нет никаких ни гнилых ни заплесневелых урожай хороший семена будут хорошего качества наберитесь терпения и ждите все до свидания